Как выглядит Mi Mix 4? Что мы получили от бета-версии 11-го андроида и еще много интересного? Привет всем, меня зовут Дима, вы на канале Allo, и это самые горячие новости прошедшей недели. Начнем мы с новости о грядущем Mi Mix 4. Судя по всему, дизайн этого смартфона сможет нас, мягко говоря, удивить. Помните необычный флагман Mi Mix Alpha, у которого дисплей занимает 180% всей площади панели? Хоть сам смартфон так и не вышел, однако, исходя из последней информации, он лег в основу следующего Mi Mix. Конечно, полностью дизайн новинка не повторяет, да и хорошо, наверное, как по мне, такой экран это уже перебор. Гаджет получит 2K-дисплей с частотой обновления 120 Гц, и он занимает практически 100% лицевой панели и уходит прямиком на тыльную сторону. Благодаря чему кнопок включения и регулировки громкости можете не ждать, на их местах будет все сенсорное. Фронтальную камеру спрячут под экран, и она будет с разрешением 40 Мп. А вот касательно блока основной камеры, он будет внушительных размеров, и на нем разместятся. Основной модуль на 150 Мп, в котором еще присутствует оптическая стабилизация, ультраширокоугольный на 40 Мп с углом обзора 120 градусов, телескопический объектив с 20-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом, 20-мегапиксельный модуль с макрообъективом и ТОВ-датчик для анализа глубины резкости. Как вы поняли, камера обещает быть топовой. Касательно проц, ему приписывают Snapdragon 875. Конечно, исходя из дизайна, характеристик звучит очень даже круто. Однако подделывать информацию и утечки некое современное развлечение, поэтому доверять Infino 100% не стоит, так что ждем официальных данных. Мы не ждали, а оно появилось. Google решили всех удивить, выкатив первую бета-версию системы Android 11. Поисковой гигант решил не томить нас ожиданием, подкидывая тизеры, и сразу анонсировали публичную первую бета-версию, в которой ожидается много небольших изменений. Первое, что отмечу, меню включения при нажатии соответствующей кнопки. Помимо стандартного выключить-перезагрузить, появилось отображение ваших банковских карт из платежной системы Google Pay, а также кнопки с быстрым доступом для управления устройствами умного дома. Учитывая, что NFC используют на порядок чаще, а хоть один умный гаджет есть уже почти в каждом доме, юзабилити обнова точно увеличит. Из удобств также добавили раздел «Разговоры», в котором будет группироваться уведомления мессенджеров и других коммуникационных приложений. Интересная функция Bubbles. Как можно догадаться по названию, вы сможете выводить отдельные переписки в виде маленького пузыря, который будет отображаться поверх других приложений. Также добавили и обновили приоритетные разговоры, раздел для управления медиа-контентом в шторках уведомлений, интерфейс для скриншотов, теперь можно будет делать длинные снимки, многим нужная функция записи видео с экрана, уже тоже присутствует на чистом Android, новая версия сможет порадовать еще несколькими новыми плюшками и сделать ваш гаджет еще более удобным. А как вам Android 11? Напишите в комментариях. А у корейской компании Samsung вновь утечки. В этот раз в сеть просочилась информация об ожидаемом Galaxy Fold 2. Один южнокорейский ресурс под названием ET News предоставил интересное изображение, в котором, говорится, да и показывается с помощью инфографики ключевые технические характеристики дисплея второго фолда. Итак, у складной новинки основной дисплей будет диагональю 7,7 дюймов и с разрешением 2213 на 1689 пикселей. Частота обновления составит 120 Гц, соотношение сторон 11,8 на 9. Также будет защитное покрытие Ultra Thin Glass. Диагональ второго экрана будет 6,23 дюйма, а вот частота по каким-то причинам ниже, 60 Гц. Насколько эта разница будет резать глаз, нам еще предстоит узнать. Еще из интересного узнали внешние габариты в раскрытом состоянии, которые составили 152,6 на 122,9 мм. По инфе из той же утечки презентация смартфона состоится 20 августа на мероприятии Unpacked 2020. Тогда же, к слову, и представят флагман Galaxy Note 20. LG тем временем всерьез взяли за изготовление экрана, но не обычного, а который можно будет растягивать. Буквально на днях компания LG Display сделала заявление о том, что им было поручено разработать еще одну технологию будущего для национального проекта исследований и разработок. Многие, наверное, в голове представили, как берете маленький экранчик и растягиваете его в огромный 4К телек. Наверняка это будет, однако позже. Сейчас сама задача заключается в том, чтобы экран можно было растягивать хотя бы на 20%. Над проектом совместно работают более 20 университетов, компаний и учреждений. Может, какие-то 10-15 лет назад технология и, казалось бы, какой-то необычная и суперневероятная. Но сейчас, когда нас окружают гибкие смартфоны или гаджеты с экраном почти на весь корпус, да еще и учитывая тот факт, что отрасль экранов развивается семимильными шагами, такая растягивающаяся новинка совсем не кажется невоплотимой задачей. А вот где ее применять, так точно найдут. Сейчас LG упоминали о, конечно же, смартфонах, а также рекламных счетах и даже дисплеях, встроенных в спинки кресел поездов и самолетов. Создать растягиваемый экран в компании планируют к 2023 году. Конечно, мы не могли пройти мимо уже, наверное, культового Mi Band'а, ведь прошла презентация пятой версии фитнес-трекера. Как и предыдущие трекеры стали топом, так и у нового есть все шансы стать следующим суперпопулярным гаджетом. Итак, что же получила новинка? Первое, что стоит отметить, это увеличенный экран. В диагонале AMOLED дисплея 1,2 дюйма, а это на секундочку на целых 20% больше, чем у предшественника. И еще одним крутым нововведением будет процесс подзарядки. Помните, как постоянно приходилось извлекать гаджет из ремешка? Теперь этого делать не нужно, ведь присутствует магнитное гнездо зарядки, и нужно просто приложить миниатюрный штекер к контактному порту. Также представили версию и с незаменимым в наших реалиях NFC-модулем. Еще с помощью новинки можно будет делать дистанционные фотки со смартфона, используя Mi Band как спусковой затвор. А любителям украсить свой трекер разными дизайнами прямо с коробки получают более 100 предустановленных циферблатов, включая анимированные. Менять их нужно, конечно же, через фирменное приложение. Также изменилась и конструкция самого ремешка. Теперь она представляет из себя два незаменимых элемента, которые крепятся к верхней и нижней части корпуса. Помимо презентационных картинок, в сети появилось и видео, в котором можно рассмотреть Mi Band 5. Сам автор ролика подметил, что дисплей новинки на порядок ярче в сравнении с четвертым поколением. Несомненно, круто, что Xiaomi сохранили доступную цену, и сам трекер можно будет приобрести с 18 июня по цене в 27 долларов за базовую версию. А если хотите браслет NFC, то за 32 доллара. Если выпуск вам понравился, поставьте лайк, вам не сложно, а нам приятно. Не забывайте в комментариях написать, какая новость была для вас самая интересная. А также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующих выпусков. Пока-пока!